Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мы продолжаем с вами рисовать эскизы. И сегодня я решила нарисовать трикотажный эскиз. Это у нас будет кардиган. Они тоже у нас входят и выходят из моды. А я люблю все вязанное, поэтому давайте мы сегодня нашего прекрасного мужчину оденем в трикотажный кардиган. Такой шаблон вы можете скачать по ссылке под этим видео. У нас есть мужские, женские, детские шаблоны для фэшн-иллюстрации, для технических эскизов. Разные фигуры женские, плюс сайз, фигура груши, фигура яблочко. Посмотрите, зайдите. Если у вас нестандартные клиенты, обязательно рисуйте на их фигуру эскизы. Тогда вы сразу будете видеть. А мы с вами приступаем к рисунку классного кардигана. Очень я люблю это дело, поэтому сегодня у нас с вами обязательно получится очень красивая штучка. Будем рисовать всякие вязаные штуки, косы и так далее. Это очень классно, очень интересно, хотя многие этого боятся. Начинаем мы с вами с воротничка. Опять у меня пошел пунктир и пошла 0,5. Будет у меня воротничок-шалька. Он действительно такая штука, он то моден, то не моден, то моден, то не моден. Но мне кажется, вам будет просто интересно посмотреть, как такого плана эскиза можно рисовать, как это все делается. Поэтому я решила его оставить с точки зрения отрисовки и технологий. Даже если вы будете, например, делать после этого женские изделия и так далее, вам все равно это будет интересно и актуально. Так, здесь у нас с вами будет планочка. Куда же без нее-то? И вот отличие, например, мужского и женского трикотажа часто именно в том, что в мужском трикотаже изделия, они более простые и в чем-то более грубые. То есть, если мы говорим про офисные джемпера, то они будут очень простые, как правило, высокого класса вязки, где-то 14-го, иногда даже еще выше класс. 14-й класс вязки это количество игл на дюн. То есть, чем выше класс, тем меньше петля, тем более тонкое изделие у нас смотрится. А вот именно какие-то такие утеплежныши, теплые джемпера, они будут у мужчин более грубые. А вот мы с вами сейчас будем рисовать такой кардиган. Я бы назвала его что-то между женским и мужским, потому что очень такая приятная, вязаная, уютная штучка, но при этом она как бы продолжает быть мужской. То есть, это вот такая особенность. Я думаю, что вам понравится. Давайте все-таки его нарисуем. Будет классно, будет интересно. Так, делаем воротник. И опа. Кстати, вот можно не сливать. Объясню почему. Потому что у вас, скорее всего, будет где-то сшито. И может быть это будет на спинке, хотя чаще всего в трикотаже сшивают по левому шву. То есть, если вы посмотрите водолазки, то там по левому боку будет шов. Потому что не кругом вяжут, а вяжут все-таки по прямой, потом сшивают. Как правило, кетельным швом скетлевывают. Вот, но это будет. Так, чуть-чуть я сейчас опущу. Это вот удобство рисунка на фигуре, то что мы можем все поправить. Так, чуть-чуть вниз. Теперь рисуем плечико. То есть, я планирую, что это класс вязки где-то пятый. Пятый это достаточно крупная такая объемная вязка. То есть, будет мягкий, пластичный. Такая вот штука. Поэтому вот так. Тоже с небольшим напуском, но... И вот здесь, наверное, пошире я сейчас сделаю резиночку. И резинка у меня не будет вплотную прилегать. То есть, она у меня будет, но не вплотную. Тоже очень важно. Так. Планка. Она начинается там, где начинается резинка. Как правило, вот по этой линии планка прикетлевана. И имеет направление вязки вот так, поперек. То есть, здесь мы вяжем снизу вверх. А здесь мы прикетлевываем планку поперек. Вот. Это тоже очень важно. Так, чтобы вам было проще видеть, что я рисую. Сейчас я сделаю заливку. Хотя я обычно, когда рисую эскизы, я заливку делаю в самом-самом конце. И когда просто смотришь, какие-то линии, линии пересечения какая-то вот такая абракадабра идет. А по факту, я-то все понимаю, что там происходит. Ну, просто поскольку я это все-таки показываю как демонстративное видео, да. Ну, и хочу, чтобы тем, кто смотрит, было понятно, чтобы вы подсмотрели какие-то техники. И, возможно, что-то интересное у вас осталось. Поэтому стараюсь рисовать максимально понятно. А так у меня обычный экран бегает, прыгает. Я там сюда к горловине прибежала. Здесь что-то нарисовала. Здесь нарисовала. Здесь нарисовала. То есть, логика-то, конечно, происходящего есть. Но для стороннего наблюдателя будет достаточно сложно уловить, а что сейчас произошло. А я все-таки стараюсь еще и проговаривать все, что я делаю. Чтобы у вас, ну, помимо наглядности происходящего на экране, было крупно, во-первых, хорошо видно. А во-вторых, все-таки было понимание того, да, что происходит. Кстати, такие джемпера иногда вяжут регланом. А если вы знаете, не знаете, что такое реглан, я уверена, что большинство слушателей, конечно же, знает, что такое реглан. Но так, если вдруг. Реглан это когда плечико вот так идет. Вот такая штучка. Здесь, кстати, рукав, смотрите, практически полностью входит у нас в джемпер. Такое тоже нормально. Так, и особо не дала нахлёст. Сейчас я покажу, что рукавчик такой тут. Вот так, во, хорошо. Здесь мы будем рисовать с вами более грубый рип. В предыдущем видео, в предыдущем эскизе я вам показывала такие очень тонкие, очень деликатные, тоненькая косичечка, которая прям вот такая вот, прям красотулечка, да. Здесь будет более такой брутальный, но все равно не совсем. Не совсем брутальный, а все-таки такой, как английский джентльмен. Ну, по ощущениям, да, того, что вот я делаю, оно будет именно такое. Так, мы половинку отрисовали. Раздублируем. Я вообще трикотажник, я это все люблю, мне все это нравится, это все здорово. А я это все прорисовываю. И, конечно же, первое время я придумывала техники, потому что тогда настолько YouTube не был развит. Нужно было самому придумывать, а как это все нарисовать, и как это все сделать. Обкладывалась вообще всем возможными книгами, пыталась это сделать. Но это не так просто, на самом деле, вот придумать, как это все делается. Но получилось, справились. Так, моя недавняя фишка, до этого я как-то ее никогда не использовала. А есть такая кисть, она называется Клякса. Что-то она очень толстая у меня, нет. Давайте обычной кистью нарисуем. Можно, когда рисуешь, я раньше мучилась с этими биками со всеми. Ну, а что-то мне на ней нарисовал, ничего. Так. А Клякса не будет, да? Не хочет. Ну, ладно, тогда сделаю по-другому. А, нет, когда они нарисовались, они просто, их не видно. Так. Вот она. Так. Так, так, так. Ой-ой-ой. Ой-ой. Вот. Вы, когда рисуете какие-то вот такие кантики-бенечки, получается, что, ну, в общем, тяжело их рисовать. Сейчас они получаются какие-то странные, неровные, неравномерные. Там много вот точек, да, вот сейчас в кисти. Сейчас мы это все поправим. И для того, чтобы получить какую-то бенечку, прям вот надо упариться или петелечку. Я сейчас рисую петельку. Она у меня должна быть чуть потолще, она у меня должна быть на полтора. Чтобы ее было видно, сейчас я другим цветом ее покажу. Вот видите, она какая. Вот. И мне нужна вот эта штука. Нужны полтора, один и три. Чтобы она была контуром. Объект. Кисть. Где у нас контур? Разобрать. Преобразовать обводку в кривые. О, волшебный способ вообще. И теперь у меня вот эта штука, это обычный векторный объект. Ну, в общем, удобно. Честно. Вот рекомендую. Я пока работала, не знала этого метода. Я уже его нашла, когда начала писать курсы и обучать. И вот прям, ну, прям он мне нравится. Смотрите, какая сразу штучка. Прям очень милая, очень классная. А потом мы ее сделаем замшевым. Здесь замшу, здесь замшу. И будет все очень красиво. Так, мне нужен инструмент Ellipse. Я рисую пуговку. И эта пуговка, она будет, это будет имитация. Как будто поплетенка. Да, то есть одна под другую. Нарисую ее, ну, просто имитацией. Можно ее сделать красивыми градиентными кусочками коричневого цвета. Будет очень интересно смотреть. Сейчас покажу. Вот. То есть как будто бы она сплетена из кусочков замши. Специально рисую неровно. Если у кого-то есть вопрос по этому поводу, я специально рисую такие вот неровненькие кусочки, чтобы была действительно имитация. Можно прям совсем приземку нарисовать, но в данном случае это не имеет смысла. Мне нужно просто вот так, ну, не надо мне так сливать. Не хочу. Так не нравится. Не соединился кусочек и пошел дальше. Делать то, чего не надо. То есть мы сейчас вот эти кусочки все прорисовываем. Такие пуговки, ну, вот, по крайней мере, на моем опыте мы делали имитацию. Они были пластиковые. На них просто был нанесен вот этот узор. И за счет цвета было ощущение, как будто бы они действительно кожаные. Так что, как на рисунке может быть имитация, так и в жизни может быть имитация. Всю вот эту пуговку мы сделаем сгруппировать. И у нас здесь есть с вами градиенты. Библиотека образцов. И вот здесь вот есть градиенты. И нам нужны вот оттенки кожи. Давайте посмотрим. Прям такие вот. Сейчас. Во, вот это. Вот так. Сейчас какой лучше подойдет. И цвет контура прям вот. Вот, 25. Во, хорошо. Можно даже, наверное, покоричневее, да? Во, прекрасно. Что я сейчас сделаю? Я сейчас это все-таки разгруппирую. Найду тот кружочек, который в основе. Переведу его на передний план. Уберу с него. Угу. И сделаю ему потолще контур. Ну, 0,5 достаточно. Вот здесь у меня небольшой разрыв. Вот. Вот такая пуговка. Сгруппируем. И мне нужно ее поменьше сделать. Ну, скажем, на 60%. Трансформировать углы и все остальное. Чтобы у меня все сохранилось. Вот. Отлично. И вот эта пуговка, она у меня пойдет вот сюда. Ну, хорошо же, правда? Градиенту больше не нужно убрать. То есть, вот она у меня тут будет. Вот. То есть, на воротничке мы уже с вами прихватили. Так. Теперь мы с вами будем рисовать рип, который 2,2. То есть, две палочки рядом. Одна палочка на отстранение. И вот эту палочку. Вот так мы ее делаем без цвета. Теперь все вместе эту ерунду заносим в заливки. И смотрите, как это будет все выглядеть. Дублируем. И оп. Так, не туда. Вот так. О. Здесь хорошо бы нам с вами немножечко его повернуть. Так. Почему масштаб-то? Поворот же должен быть. Трансформировать только узоры. Здесь буквально уголочек должен быть вот. Во. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Сильно не надо. Но иногда именно вот этот чуть-чуть делает эскиз красивее. Так. Вот здесь. На планке. У нас с вами тоже будет эта штука. Только ее надо под 90 градусов расположить. Под 90. Ну нет, не всю ее, а только узор. Только узор. Вот. И вернуть. Вот так. И здесь на воротничке тоже мы с вами все это вот так. Хорошо. Здесь будет тоже поворот. Поворот подбираю визуально под вот так вот. Здесь. И здесь тоже. Отлично. Так. У нас еще с вами будут пуговки. Соответственно, вот тут нам нужны пуговки. Смотрите, какая красивая у нас уже есть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Нормально. Сейчас немножко подвинем. Можно сделать равномерное перераспределение, но... Так. Вот эта пуговица должна прийти сюда. Эта пуговица должна прийти сюда. А эти пуговицы должны между ними распределиться равномерно. Вот. То есть здесь, чтобы у нас низ держался, здесь, чтобы у нас вверх держался. Это между ними. Хорошо. То, что надо. Так. Вот эту часть на самый зад. Вот. И теперь я добавлю сюда косички. Так. Давайте мы сначала добавим с вами тени. Я оставлю такой лысый эскиз, ну скажем, он иногда лучше помогает увидеть действительно истинную конструкцию. А потом уже добавлю на него косички, чтобы было, ну, более понятно, как же он будет выглядеть более реально. То есть смысл вообще эскизов. Вот у меня есть какая-то идея, да. Вот я вам рассказала в самом начале ролика, что я хочу джемпер с косичками, такой с воротником шалька. Но явно вы представили немножко другое, чем то, что я сейчас отрисую. Просто в силу того, что у вас свой опыт, и вы относительно этого опыта представляете, а что это может быть. А я хочу, чтобы вы представили ровно тот эскиз, который вам буду показывать я, а не какой-то другой. Вот, и поэтому я рисую вам четкий эскиз с полными детальками, чтобы у вас было полное понимание, как это будет смотреться. Вот, и мы теперь вот этот эскиз целиком сгруппировываем. Это наша с вами основа. И теперь к этой основе мы добавим красоту. Сейчас покажу. Вот такая основа. В принципе, может быть и такой. Ну, то есть, кто нам запрещает сделать изделие вот таким. Ну, как бы совершенно нормальное изделие. Но я же хочу еще тут поизгаляться, поэтому сделаю новый слой. У меня есть две кисти, которые с собой олицетворяют, соответственно, косички. Сейчас мы будем плести косички на свитере. Здесь ручное творчество, потому что ничего у нас тут не стандартизировано. И, соответственно... Так, Ада, ты что не хочешь? А что случилось? Почему ты не хочешь мне здесь показаться? Что у нас не так? А если я тебя вытащу на передний план? Так, почему ты капризничаешь? Давайте посмотрим, почему. Кисть есть, кисть создана. Так есть, да? А вот эту линию ты не хочешь так же сделать? Не хочет. Хорошо, сейчас создам заново. Я человек упрявый, мы не торопимся. Вот отсюда, пожалуйста, вот досюда. Вот с таким изгибом. Вот такая линия. А залей-ка мне ее, пожалуйста, вот этой не хочет. Только по прямой. Ну, что ты будешь делать? Ну, хорошо. Давай зальем по прямой. Да? Да, отлично. Такая толстая мне не нужна. Поэтому будем делать 0,5. Так. Теперь по краям сделаем еще косички. Кстати, есть такой момент, что косички это дорого. Машинкам их вязать долго. За счет этого всегда их производство более дорогое. И что делают, соответственно, производители? Они, например, переднюю часть делают в косичках, а спинку делают ровно. Вот. Таким образом получается экономия на косичках. На производстве. Нет, на самом деле это реальный момент. Так действительно делают. Вот. И здесь сейчас по краешку косичку. Видите, у меня немножко там прорезает за край. Мы сейчас это подредактируем. Я хочу именно заплести. Моя задача заплести красоту. А потом уже ее всю поправить. Вот. Отлично. Так. Давайте поправим, что тут у нас. Какие хвосты куда лезут. Чтобы все было в рамках. Давай, давай, опускайся. Так. Так. Никакие хвостики никуда не торчали и не лезли. Вот. И получается, видите, совершенно другое ощущение от изделия. Когда вы начинаете на него добавлять, ну вот в данном случае, фактуру вязания. Притом, мы же можем добавить только на полочку. И, например, ну как бы, да, вот у нас изделие, где только на полочке вот это все. А можем добавить еще и на рукава. Вот это же уже пошел аспект дизайна. Так. А вот это почему там не отразилось? Вот это-то где? Он здесь должна быть. Вот. Такая вот красота. И можно еще слишком сложную косу лучше на рукав не пускать. А вот пустить вот так вот по форме, например, одну косичку и вот так вторую. Вот. Сделать только две косы. Чтобы не переусложнять. Вот. То, что они вот тут вот так вот себя ведут, это мы сейчас поправим. Так. Так. И здесь тоже. Чуть-чуть наверх и чуть-чуть наверх. Ну что это ты тут так себя ведешь странно? Ну. Сюда. Хорошо. Вот. И такие же косички на второй рукав. А может быть только на одном рукаве. Хотя я такого не встречала, честно могу сказать. Чтоб только на одном рукаве. Вот. И у нас с вами получилась вот такая прелесть. Так. Вот здесь мне нужно убрать вот эту часть назад. Вот. Вот так. А то она мне тут вот выглядывает и портит. Получился вот такой прекрасный джемпер. Который весь такой из себя красиво вязанный. И сейчас мы этот красиво вязанный джемпер покрасим. Ну вот я видела такие джемпера в молочном цвете. Прямо так красиво они смотрятся. Может быть еще ткань с меланжем или с метеорами. Когда есть переход нескольких цветов. Точнее это будет не ткань. Это будет нить. И будет создано это полотно. Но тоже очень красиво. А мы с вами сейчас дадим а может быть бежевый а может быть очень красивый коричневатый оттенок. Сейчас мы подберем. Нет. Так мне не нравится. Давайте будем молоко делать. Бежевое. Вот. Ну просто красота. А вот эту часть мы сделаем с вами коричневой. Потому что это будет из искусственной замши. Сзади вот такая штучка имитации. И пуговки которые имитируют как будто бы они плетеные из замши. Вот такая красота у нас получилась. Такая староанглийский стиль. Может быть это что-то называют мужской кофтой. Но иногда они действительно очень уместные. Очень красиво смотрятся. Надеюсь вы вдохновились идеей. То есть как это можно делать. Действительно эти кисти создаются. Это отдельная тема. Как создавать рапорты кисти. И как их делать. Потому что вот они кисточки. Каждая кисточка это свой рапорт. Здесь выбираются обход углов и все остальное. Это все отрисовывается в той же векторе. Но просто это нужно делать отдельно. Мы с вами посмотрели как делать заливки. Кисти я уже показала. Использовала готовые. Можете приходить ко мне на курс. Я обучаю очень подробно. Очень детально как это все делать. Проверяю домашки. Говорю где правильно и где неправильно. Ну либо если нет. Ну вот смотрите. У меня уже очень много эскизов отрисовано. Вы можете найти кучу техник и приемов. Которые будут вам полезны. Пишите свои отзывы в комментариях. Если есть какие-то вопросы ко мне. Или пожелания. Тоже все в комментарии. Я с удовольствием их прочитаю. Учту. И буду их использовать в следующих эскизах. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.